Всем добрый день, друзья! Мы продолжаем следить за OneSports Лигой в Юго-Восточной Азии. У нас финальный день групповой стадии, наконец-то. Очень долго она длилась, очень много матчей мы видели. Были и непредсказуемые какие-то результаты. И вообще Азия радует каким-то своим разнообразием, по крайней мере в начале турнира, под конец, когда патч сменился, все стало более как-то предсказуемо, что ли. Одни и те же герои стали появляться. Но посмотрим сегодня, что нам команды предложат. Сегодня два супер матча, как по мне. Ой, не последний, предпоследний день, я прошу прощения сказал. Последний, предпоследний день, конечно, у нас два матча, но самое главное, что у нас будет супер матч в конце дня. Это TNC против Fnatic, о нем будем, конечно, позже говорить. Но для начала посмотрим GeekFam против Adroid. Комментирую для вас Light of Heaven и Mortales, и давайте смотреть, что команда на драфтеле. Дети привет. Доброе-доброе утро, да. Вот если посмотреть по пикам, видно, что у нас потихонечку все нормализируется. И многие герои, такие как Queen of Pain, Ember, они, естественно, уходят на ферст пик, потому что они в трейде. Но очень приятно видеть, что многие команды наконец-то начинают все это дело закрывать airspiritами, паками и любыми другими героями, которые отлично ловят прыгунов с литунами. Вот, соответственно, вот снизу, как мы видим, ну, более-менее. То есть видно, что Queen of Pain здесь особо не попрыгать, Ember Spirit особо не летать, при условии, что пак получит быстрый левел и хорошо оденется. ТБ. ТБ — это герой, который в последний день, который я комментировал, там было 6 карт, появился 5 раз. Это сейчас суперпопулярный кэри. Он появился, закрепился в Китае в конце прошлого патча на Beyond Epic. И теперь его пикают в Азии, по крайней мере, постоянно. И как раз используют сборки того самого God King'a через Alibard, монтастайл, сатаники какие-то, без БКБ играют очень часто. Как тебе вообще такой подход? Нравятся ли тебе такие ТБ? Ну, статус, резистанс — это круто в лейте, потому что это довольно-таки крутая альтернатива БКБ, поскольку рано или поздно он длится 5 секунд. А замесы в лейте длятся подольше. Там бывает 10 секунд, 20 секунд, 25 секунд. И если суммарно посчитать, то количество контроля, которое... резистится, или как это называется, в общем... То количество контроля, которое не проходит из-за того, что есть Alibard, сатаника, сашияша, оно в один момент, возможно, даже выходит и в плюс. Поэтому... ну, это лейт. Лейт-сборочки. Ну, лейт-сборочки — это здорово, это круто. И... прикольно, что всего лишь там всего один игрок под названием God King, хотя, может быть, не один, но, честно говоря, был замечен в первую очередь за ним, так сильно повлиял на общий расклад сборок во многих регионах. Получается, что так. Он действительно задал вот эту моду, он играет на иллюзионистах, в основном это его коронные персонажи, там к ним можно добавить антимага, можно добавить там какого-то фуриона, он на них тоже может выступить. Но иллюзионист — это прям его конек, и он действительно умеет, и, возможно, умеет это делать лучше всех в мире. У нас, к сожалению, для команды Адроид плохие времена наступили. Этот коллектив до этого в разных лигах выступал неплохо, где-то доходили далеко, постоянно в групповых стадиях неплохо выступали. Но здесь, как это ни странно, они все никак не могут выбраться с предпоследнего места, при том, что команда не проигрывает. Они короли ничьих. У них одна победа, одно поражение и целых пять матчей со счетом 1-1. То есть ребятам просто не везет. Иногда где-то не дожимают, иногда где-то совсем не получается в одной из карт. Но вот ничейку они стабильно отжимают. В свою очередь, GeekFam — это коллектив, который сейчас третье место занимает. Они там в лидерах, они с большой вероятностью пройдут верхнюю часть сетки. Им для этого достаточно, наверное, сегодня просто не проиграть, и уже у них все будет хорошо. Ну и Тинни на ласт пик. Ой, только не он, пожалуйста. Хотя здесь Тинни больше похож на четверку. Я очень надеюсь, что это Тинни четверка. Опять же, в последний день, который комментировал, было три медовых Тинни. Все залили поголовно. Отвратительные были Тинни. Да простят меня они. Они просто шли в мид. На шестом левеле начинали бегать по карте. Проходит 10 минут, Тинни почему-то четвертый с конца по фарму. И так и не всплывает. И все поголовно покупают магические сборки себе. Кто-то Вейл, Триалблейды, если добираются до них. Такое нечасто случалось. Как тебе вообще такие Тинни в миде? Мне больше нравится Тинни танк, у которого много-много хп. Он прыгает вперед, кого-нибудь выкидывает. Там, например, инчу. Там побыстренько убивают. И идет в размин. Обычно Тинни на четверке это герой, который всегда идет первым. И в большинстве случаев умирает. Но, как правило, он позволяет разменяться. Плюс, потому что у него много хп, много брони. А если, например, какого-то героя выкинуть, там, например, ту же инчу, то ее можно моментально стереть за счет магического урона. В общем, Тинни крутой, но ему нужен левел и айтемы. А на четверке далеко не всегда получается найти и то, и другое. И добирается Энигма Ластпика. Сейчас будем смотреть, кто на ком планирует выступать. Я так понимаю, это Энигма в оффлейн. Ну да, это Энигма в тролле. А не кажется ли тебе это достаточно жадным пиком? Потому что ТБ, ну, это герой, который стабильно уходит там после двух рейсбендов, трех рейсбендов, там, перчатки какой-то в лес. Все, его не видно полчаса на карте. Вот он стабильно фармит просто лес. А сверху такие персонажи есть подвижные. Эмбер Спирит, Квин оф Пейн и Тинни. Это герои, которые должны темп задавать, которые должны просто бегать по карте. И вот что-то мне подсказывает, что одному паку будет крайне сложно их всех остановить. Но паку с Эр Спиритом окей, все равно этого как-то маловато. А тролль ведь тоже параллельно будет фармить. Что-то мне у Гигфам нравится побольше. Да, от пульса мало. И очевидно, что нужно будет выносить слоты, причем Энигме Тро Блейду. Вот, и в Дрим Коил Пака не так много бруста. Ну, условно говоря, был бы, допустим, какой-то пак там в меди Тинни на четверке, то пак поставил Дрим Коил, порвался Тинни, и там моментально раскаст. Можно кого-то развалить. А здесь Дрим Коил ставится, и все. И он стоит, да, герой стоит. И, в принципе, может стоять, пока Дрим Коил не закончится. Поэтому МХО здесь немножечко не хватает бруста под Дрим Коил Пака. Такого мощного. Мы рады, что ТБ будет брусили с Дэйдаусом. Поэтому я пока вижу вот главную проблему в этом. А, жадность, да, она есть. Но ничего не поделаешь. Сверху пока один герой, который ломает базу, это Тролль. В целом, с Троллем можно разобраться. Что там, замедление и чит. Поле Энигмы. В общем, что-то да и есть, ребят, снимем. Ну, тоже, последние игры, которые смотрел, зачастую Тролль, конечно, переезжал ТБ. Тролль один из тех коров, против которых ТБ почему-то достаточно тяжело играть. Тролль до него добирается зачастую. Тролль его просто не выпускает из дизейблов, там, из сеток этих бесконечных. Башеры покупают. ТБ прям сложно даже ультануть. А здесь так много контроля сверху. Плюс есть сейв какой-никакой. Справа-то его вообще нет. И как бы здесь вообще Enchantress не потерялась. Вот она берется против этого Ember Spirit регулярно. На этом-то ее польза заканчивается, как мне кажется, потому что с прокаста ее здесь вырубают же очень легко. Атак спид не нужен. Queen of Pain, Tini, Ember Spirit. Ну, если игра затягивается, то очевидно, что Ember Spirit, он все-таки не флэмгуардом, давает людей, а фистами. В один момент он начинает просто убивать за счет того, что бесконечно спамят фисты, фисты, фисты. И в этом случае Enchantress Absolut это бесполезно, потому что она даже толку не может его поймать. Мне, например, на четверке или на пятерке больше нравится какой-то пак, который всегда на верочку даст Dream Coil, даст Саленс, и дальше осталось иметь, например, култур Севича, который просто ворвется в Dream Coil и разорвет любого. Ну, вот Сикрет это показывали в последние недели, когда Пупей садился просто на этого пака. Вроде пятерка, вроде ничего необычного. С другой стороны, у него просто все полезные скиллы. Убить сложно относительно других саппортов. Сайленс даст, ультимейт действительно даст. Если еще и купит себе что-то там, аганим условный когда-нибудь, то просто сверхполезный персонаж становится для пятой позиции. Не однобокий, так скажем. Так, ну и смотрим. У нас тролль, понятное дело, 40 ламп пойдут вниз. И все-таки это Медовый Тинни тот самый. Опять он! Кейн на нем сыграет. Квин оф Пейн, получается, пойдет в оффлейн. Ну и Зефир на Эмберспирите. Это четвертая позиция Эмберспирит. Это, видимо, они увидели пака и решили, что ну его нафиг это в Эмберспирита в миде. Хотя не знаю, может быть, они часто... Я просто в первый раз вижу эту команду, поэтому... За последнее время, следовательно, ну, может быть, они просто любят Эмбер на четверке, но вообще садаптироваться неплохо. Если Тинни стоит в миде и хорошенько одевается, там, ХП, то его убить очень трудно. Если есть Эмбер, который на четверке его будет закрывать пак, но он как бы четверка, окей, закрывай четверку, не вопрос. Главное, что Тинни в этом случае сможет раскачаться. Это, ладно, Тинни в миде. Как тебе Эмберспирит в миде? Эмберспирит тоже разочек в Азии ходил. Первый раз я его увидел от Топсона, по-моему. Не помню, против какого героя он его брал. Но было недавно. И второй раз я его видел в Северной Америке. Там CCNC пикал этого персонажа себе в центр против Бруды. И, кстати, Бруду он уничтожил в миде. Ну, а здесь линия против Тинни. И что вообще за мода пошла на медовых земель? Откуда они взялись? Ну, магический раскаст, будет выигрывать время для ТБ. Если так присмотреться, то это не так плохо. Ну, если он будет драться, то, ну, будет еще один такой боец, который имеет много-много ХП, способен пойти вперед. Конечно же, я не считаю, что земель – это лучший герой против Оракла, потому что все, что он там делает, это просто закрывается файт эдиктом. Вообще весь его рассказ, следовательно. Вот против Оракла этот герой спорный, потому что если Оракл будет стоять сзади кастовать магическую защиту, то весь урон уходит. Весурон Асмарк. Ну и пока у нас по нулям, пока фрагов нет, активности нет. У нас получается саппорт пак. Вот то, о чем мы в самом начале говорили, что этот герой может быть полезным. Он с удовольствием заменит Энигму, если тому придется уйти в лес, например. Он спокойно постоит против этого тролля, пополучает экспириенс, может эффективно, наверное, размениваться тычками как-то с Ораклом. Ну симпатичная выглядит линия здесь, не сказать, что Дайр ее там точно проиграют. По-моему, здесь и у Энигмы, и у Пака должно быть все неплохо. По крайней мере, убивать их достаточно сложно. А то и в размену. Пак, как минимум, очень хорошо разменивается с Ораклом. Оракла урона в разы меньше, с 48 у Пака 60. Вот если они будут тычковаться, то, естественно, Пак все это дело перетычкует. И Энигма, ну как бы, да, она будет забирать часть скрипов против тролля, но в любом случае тролль будет стоять хорошо. Потому что в Эдолончиков можно не топорики кинуть, можно вбежать, повесить в миссы, поэтому тут, конечно же, тролль настолько хороший герой, что он почти против всех героев стоит, и в том числе против Энигмы. И на верхней линии у нас начинается полный разрыв. Вот эта постановка Queen of Pain в сложную играет пока очень здорово на команду Энигма, потому что ТБ не может толком подойти к крипам. Куку играет без блинка, он просто вкачал два скилла и стоит, накидывает. Он рейндж, его ТБ бьет не особо сильно. ТБ защищается в основном от физических каких-то атак за счет большого количества брони, а здесь и маги его с удовольствием побьют. Ну и самое главное, что ТБ силен на линии только когда у него есть форма. Если форма заканчивается, то он автоматически начинает страдать против таких персонажей, как Квапаев, показывает этот крипстат. И вот еще очень маловажно то, что здесь Emberspireд по кулдауна бодиблочит. Он третий минут, он постоянно там на первой минуте, на второй, на третьей. Постоянно встает на кэмп, чтобы Enchantress не остался ни один из хороших крипов. И по итогу... Какая он? Суцванг или что там? Два стула? В общем, не знаю, как это на вечное время называется. Но в общем, если она уйдет, вот далеко-далеко в лес собирать крипчика, то ТБ вообще останется один, и помощи будет ноль. Тогда он просто, ну, как бы, может на ФК постоять. А вот эти крипы, они толком ничего не дают, следовательно, здесь... И к вам все хорошо делают. Главное, вот, бодиблокнуть еще раз. Оп, Винувпейн, да, бодиблокает, и нормально. Я вот смотрю, и у ТБ последние минуту, наверное, может быть, полторы, было пять крипов. Вот сейчас он наконец-то добрался к Винувпейн, отошла, и сейчас тем более форму прожимает. Может быть, десяток и наберет наконец-то, но все равно это очень-очень мало. Параллельно тролль фармит там в три раза лучше. У него все действительно здорово. Ну и получается так, что в Гифам просто могут выпустить в мидгейм трех сильных героев с линий. Прям очень сильных героев. Так, в центре там серьезный размен произошел по здоровью, и у другого героя его не осталось. Тут как бы кто-то не ошибся, потому что регена тоже нет. Тинни себе несет что-то. Несет манго. Ну и руны. Придется собирать баунти тому и другому, чтобы восстановить как-то ресурсы. Сейчас очень важный момент руны. Руна забирает и Тинни, и Эрспирит. Экшн будет где-то в районе шестого левела, когда Эрспирит палк шестой. В этом случае легко закатывается и вверх, и вниз. Ну, к этому моменту обязательно надо делать Ферзблат. Конечно же, Ферзблат могут сделать и сейчас. Пытаются Энигму развалить. Ой, поспрокнет, бля. Вайтмон мог здесь ошибку допустить. Он выходил на этого Энигму, очень хотел помочь. Вроде как помог, но не хватает Рейвену буквально тычки. Паку тоже совсем чуть-чуть не хватило, чтобы Вайтмона добить. По итогу никто не погиб. Он у нас пять минут позади с половиной, а фрагов до сих пор нет. А вот в центре фраг должен происходить. Тинни в этот раз погибнет. И маг зарабатывает ФБ, через ультимейт убивает. Ну и может сейчас как-то немного выровнять позиции по крипам. Ну, это какая-то ошибка от Тинни. То есть, как бы, он уже наверняка понимает, там, сколько урона вносит Эрспирит. Он наверняка понимает, что стоять с малым количеством ХП нежелательно, потому что он рвется, там, с любой позиции. И вот такой, конечно, фидонит Эрспирит и нежелательно, потому что герой так-то... Сноу более опасен. Особенно с каким-то быстрым веселом. Тем временем на топе убивают Энчантрис. Но она действительно пока очень уязвима. Там пару костов от Квапы, пару ударов от Эмбера, и вот вам, пожалуйста, фраг. И выходит сейчас вперед по золоту немного кикфам. У них три героя в топ-4. Эрспирит за счет ФБ держит сейчас первую строчку. Ну и ждем от него каких-то перемещений. В скором времени наверняка он будет выходить. Куда-то вниз, например. Тролля можно убивать. Хотя тролль ультимейт вкачал сразу. Шестой левел взял уже. Пока очень спокойная дота. Минимум фрагов прям. Тишина. Вот у него урна есть. Он, конечно же, может и дальше ставить в миди и тачковаться с Тинни. Но у тачки не преимущество, ведь того, что он берет деревица. По кулдауну спамил от Эрспирита. И если они будут и дальше стоять, то рано или поздно, несмотря на то, что Тинни умер, и отдал ФБ, даже несмотря на это, Тинни все равно в миди стоит хорошо, как герой. Главное, не стоять на ЛФБ. И Эрспириту надо двигаться. Надо двигаться, он уже пошел. Да, пошел наверх. Там сверху уже замес. Сочный стан от Кентавра БТВ. Биллер, Эрспирита. Можно как бы пойти дальше, найти кого-нибудь. Например, Кинув Пейн. Который, возможно, получится развести на блинг. Пока геомантик гриппа нет, и без геомантик гриппа Кинув Пейн очень трудно брать. Тут еще и вышка начинает потихонечку просаживаться. Потратил блинг. Сори, потратил блинг. Говорит, здорово. О, не хочет, не хочет идти дальше. Очень своеобразная атака, конечно, получилась. Никого там не получилось Эрспириту найти. Параллельно там пак вышел в центр получать экспириенс, наконец. Потому что у него с эксплой действительно беда. В 8 минут прошло, у него 3-й левел. Надо хоть где-то ее находить. Чем быстрее он получит 6-й левел, тем быстрее он просто сможет помогать Эрспириту при вот этих выходах. Энчантрис. Ее даже не заметили. Просто убили с прокаста. Слишком много урона тени способен нанести сейчас. Так, снизу Блэкхольчик. И убивают тролля. Маг перемещается. Действительно, маг гангает прям по всей карте. На топе не вышло. Зато снизу даблкил для Бакирина. Отлично. А, ну в общем, вот это вот то, что я ожидал от него увидеть. Он берет урну, он бегает по всей карте. По кулдаун какой-то уроны закатывается либо вверх, либо вниз. При этом очень сложно контролировать подобные перемещения, потому что он может расставить миди, делать ТП наверх или вниз. И закатываться с огромного ранжа. Ну там, ранж-то еще 600. Поэтому здесь, конечно же, если брать варды, то... Почтать лейн варды, которые, например, стоят вот так вот под вышкой. Чтобы можно было видеть, как какой-то герой делает ТП. Варды на реке, на реке вот, как вот такой вард, они показывают очень мало против Эрспирит. Вышка сейчас будет падать. Ку-ку приходит вниз, пытается как-то защитить Тауэр. Урона много получил. Очень много урона. Ой-ой-ой. И блинк, блинк, блинк. Блин, убежать. И Эрспирит покатился. И не правда поставил, да, неудачно. Неудачный путь к отступлению. Выбрал Бок. Даже не Бок, а ЛБ. Удивник сложный. Ладно, в общем, мы будем называть его Энигмой. Ну, нафиг с его Энигмой. Тем временем, тролль на топе стоит и... Пытается догнать каким-то образом ТБ. Несмотря на плохое начало ТБ, он просто ушел в лес. Вот классическая ситуация, ТБ уходит в лес. И там начинается фармежка. Не знаю, насколько вообще актуально колечко, которое он взял. Опять же, вспоминая, как играет Гудкинг, он никогда это кольцо не берет. То есть он старается за счет каких-то других ресурсов выживать. Ой-ой-ой. Это хороший фраг очень. Да, да. Тинни ворвался, молодец, фейзиками подловил. Ну, обычно, да. Обычно дроблит, если берет такое колечко, то он, естественно, рассчитывает на то, что он просто будет стоять на линии, и хп регина хватит. Но многие линии слишком круто пробивают, поэтому он уходит в лес. Естественно, в лесу это кольцо дает не так много, потому что хп регин, ну, как бы, окей, но там частенько иллюзиями впитываешь. Плюс лишние хп, это, конечно, тоже здорово, но они не увеличивают скорость фарма, поэтому, конечно же, в большинстве случаев лучше брать что-нибудь связанное с ловкостью. Чем больше ловкости, тем быстрее фармежливается. Да, вон кусок яш, условно, покупаешь себе дешевый. И барабан он планирует себе брать, тоже нестандартно для террорблейда. Такие террорблейды с барабанами, ну, ты ждешь от них, наверное, подключений каких-то, иначе, опять, зачем они тебе, если ты сразу можешь выходить в хороший лейтовый артефакт, и собирая их постепенно, там, яша, недорогой предмет из дешевых частей состоит. С барабанами я жду, что он будет куда-то выходить, и где-то, может быть, подключаться периодически с формой. Все-таки пуш-потенциал у команды с крипом энчантры, с идолонами, с формой достаточно серьезный. И если вдруг получится выиграть драку, там вышка любая абсолютно падает моментально, в том числе Т2, которые нынче очень важны. Не знаю, я бы до блокинг-бара Энигмы особо никуда не торопился, потому что, очевидно, что блокпол есть чем взбивать. И без блокпола Энигма такая себе подруга в замесе. Следовательно, нужен блокинг-бар. Она вот зачем-то нафармила Мекку, видимо, решила, что нужно подхилить команду хорошо, но в данном случае пока ребята играют без блокхола. То есть где-то, допустим, можно дать блокхол, когда они будут кого-то гангать, там, например, 3 в 1, или, может быть, там, 4 в 2. Но если они будут распределять на 5, то здесь у Радиент есть все необходимые ресурсы, чтобы сбить блокхол. Так, Энигму прогнали. Энигма пошла фармить свои леса, в свою очередь, Дайр вычищает весь лес сверху. На самом деле, такой супер городовый пик, потому что здесь ЭТБ фармит лес, Энигма фармит лес. И даже Эрспирит фармит лес, вообще все фармят лес. Веселая ферма. Энигма старается так аккуратненько еще подфармливать вражеские, потому что в своем лесу фармит Эрспирит, как бы смешно звучало. Красновато им. Ну, это стандартная ситуация сейчас для Азии. Начинается, когда-то давно был стереотип, что Китай играет долгие игры в фармешку. Сейчас, по крайней мере, в начале этого патча в Азии играют очень продолжительные карты. Тогда из 6 карт у меня в среднем продолжительность была 45 минут. Ну, то есть они все шли там от 40 до 50 минут. Это очень долго. То есть фармешка начинается примерно вот в это время. И минут на 20 команды вообще пропадают где-то в лесу. Периодически, там, раз в пятилетку выходят, вот такие убийства делают. Или наоборот, герой чужой команды ошибается, где-то далеко заходят. Ну, супер мало фрагов, прям очень мало. И при этом фармешка. Такой заходит Эрспирит, говорит, привет, я одним глазком гляну, что вы там делаете. Естественно, пак таких не отпускает. В итоге его разобрали, а теперь Энигму. Теперь можно Энигму разобрать, который этот наглый фраг вражеский лес. Так что по урону, урона очень много наносят. Энигма при этом живет, кастует Блэкхолл. Вряд ли получится кого-то забрать. В итоге отдал Блэкхолл. И вот это, по-моему, была ошибочка такая своеобразная. Ну, так вставать Блэкхолл 1 в 3, это вообще провал. Вот конкретно 3 в 1, это здорово. А 1 в 3, это ужасно. Потому что даже если вставал идеальный Блэкхолл на пятерых, все равно все выживут. И потом добьет Энигму. В итоге кулдаун запущен. 3 минуты теперь ждать. Ну, что ж, ждем. 3 минуты, ничего не будет происходить. Я уже привык, если честно. Я тоже потихонечку привыкаю. А ты смотришь 15 минут игру. Ну да, я уже привыкаю к тому, что все фармят. Вот это, по-моему, смотрю на Энигму. Я, конечно, уже уважаю Мекку. И считаю, что у Айтем-то так-то хорошее. Но Эмхо сейчас вот ей Меккой вообще ничего не дает. Кроме как она может умирать там на 2 секунды дольше. Опа, Оракл. Вот это вот Оракл против Р-спирита. Вот о чем я и говорил. Он просто диспелит себя все с негативными дебафами. Конечно же пытается его убить. И молодцы, его разобрали. Хороший ультимейт от Ку-Ку. Но там параллельно также ставится Дрим Койл. И не получится Эр-спирита сейчас забрать. Он сам врывается. Никого не боится. Здесь начинает страдать Тинни. У него есть прокаст. Блин, через секунду можно прыгнуть в четверых, в троих. Вот так хотя бы. Двоих по итогу цепляет. Эр-спирит очень битый. Надо добить каким-то образом. И Нацуми пришел. И Нацуми пришел с метаморфозой. Против него драться бесполезно. 3 в 5 точно нужно отступать Гигфам. Адроид здесь в плюсе. Мне казалось, что Тинни может идеально влететь в большее количество целей. Но продолжение в любом случае вряд ли бы. Какое-то было. Зато он делает соло фраг. Молодец какой кейн. Доработал. Доработал. Ну, слушай. Радиенты радуются. Это первый Тинни из тех, что я смотрел медовых. на этом турнире, который имеет хороший КДА. И самое главное, имеет достойный фарм. Потому что до этого Тинни действительно шли на уровне ну квапы. Может быть даже бака. Совсем прям плохо было. Не могли убийства вот эти одиночные найти. Здесь получилось. Оракол под Сайленсом. Без шансов. Как-то Оракол постоянно загуливает куда-то. Они грешат, да. Тем не менее, что они просто... Вот парень просто морозив соло заходит на вражескую территорию. Думает. Ну, сейчас я сниму их вард. Нет, естественно... Естественно, Андроид это видит. Они просто видят, как пятерка подходит к их территории. Одна, без защиты. Причем на варде. И убивают его. И так происходит уже два раза подряд. Пора бы ему завязывать. Вот такие выходы. Они актуальны. Ну, разве что со смоком. Когда можно незаметно подобраться. Быстренько разбить вард и свалить. И вот две тысячи, Андроид уже ведут. Так, Квин оф Пейн уходит. Будет попытка, возможно, запушить Т1 в центре. Эталонов много. Эмберспирит их пока не особо убивает. Только Квин оф Пейн вполне может. Не, не пойдут. Не пойдут. Надо отступить. Надо еще пофармить. Ну да, я повторюсь. До Блокимбара Энигма можно спокойно чилить в своем лесу. Ей никуда торопиться не надо. Как мы знаем, Энигма, которая собирает Лейти, Октарин, Рефрешер, Оганим, Дамо. Дает там два или три Бэкхола. Если, например, если Рошана падает, Рефрешер, Шар, то она, в принципе, может игру выиграть. Чуть ли не соло. Потому что Блокхол с Миднайт Пульсом под Ганимом это очень мощное оружие. И считая, что Блокхол здесь особо сбивать некому. Он тогда будет Блокимбар. Оружие являются ультиматином. Также мы знаем, что это Рублэйт. Готов объяснить каждому в Лейте, кто сильнее. Единственная проблема в Андроиде это Оркл, который стоит сзади и просто диспелит. Правда, пока он не стоит сзади, пока он стоит спереди. Но когда-нибудь он будет стоять сзади. Только хотел про это сказать, что Оркл где-то постоянно на передовой, где-то подставляется. В итоге тратит все свои скиллы на себя, погибает. И потом уже некому защищать команду. Так, Тинни планирует брать себе после Юла Дагон вроде как. Ну да, действительно, Тинни через магический проказ. Потом Тарел появится, если доживет. Тем временем Дрюмкоил ставится на Эмбер Спирита. Эмбер Спирит это разменная монета. Его можно постоянно убивать. Его смерти не так важны. Другой вопрос, что сейчас путь к Т1-вышке открывается. И защищать ее просто некому. Тинни вот пытается. Он дает проказ. Не хватает урона даже убития Идалонов. Вот она и Мег пригодилась. И вышка падает. Вот уже 3000 за Адроид. Тролля пока мы не видим в игре. У него там своя атмосфера. 0-1-1. Тролль купил себе БФ. Ну и естественно с БФом хочется денег заработать. Вот по такой игре вообще не понятно, чем мы меру заниматься. У него реально все формят. У него формят и Могпейн, и Тинни, и Тролль. Там Трикора реально формят. У Криков очень мало. Но Ганг, ведь он особо не может со своим раскастом. То есть у него Фисты вообще почти на новой стороне сейчас из-за того, что у него нет айтемов. И по сути он, ну максимум может где-то на ХП бегать. Вот там вот Тинни забирать. При этом за месяц, как мы видим, он вообще бесполезен. То есть он входит в замес, ему ставят ремкойл, он умирает без шансов. И как бы на его чайны, ну там ноги им поровну. Следовательно, сейчас Том попытается с командой что-то сделать, да? Нажать Тинни ему. Ну и Нигма это хороший фраг, Тинни врывается, Пака кидает. Здорово получилось, проказ по двоим, и обоих здесь убьют. Классно. Классно сыграли сейчас Гигфам, цепляют еще и Энчантрис. Ну и Энчантрис это тоже должно быть легкое убийство на ней. Тинни проказ через секунду. В общем, вот единственная зацепка для Эммер Спирита, это надежда, что Энчантрис и дальше будет стараться в нагубе фармить Вражеский лес, в котором она уже один раз погибала вот здесь, а в Блэков, в котором она еще раз погибла, это МХУ его единственная надежда. То есть ничего не имею против захода в Вражеский лес, если есть хоть какой-то вижинг, если там, не знаю, какой-нибудь вардик, или здесь, даже вот на Минникасе, здесь, или здесь, там, не знаю, или здесь. Ну у нее вообще нет ни одного варта, она просто заходит одна в Вражеский лес и умирает во второй раз. Мне кажется, сейчас, после изменения карты, вот эти заходы от Дайер во Вражеский лес, они просто не так эффективны, как раньше. Если раньше ты старался там фармить Эншентов, две пачки сразу, и в основном Дайер старались захватить Вражеский лес, как раз для этого это было очень выгодно, то сейчас, как-то обращаю внимание, зачастую это фармит все свои леса. То есть вообще край карты, центрального смысла, ось карты, не переходит никто. Ну и здесь... Да, раньше, раньше Кор забегал, вот он забирал вам пост, фармил древних, которые были вот здесь, и получал очень много денег. То есть чувствовал себя комфортно, какой-нибудь вардец, вот, не знаю, вот сюда ставился, или вот сюда. И он видел, как ребятки идут за ним. А сейчас... А сейчас самый полезный кэмп находится вот здесь, в плане фарма. До него не добраться ни одному гору, поэтому... Лучше там не умирать. Гиквам сейчас ошибаются, после хорошего выхода вниз, где они сделали три фрага, они теряют Тинни, после чего терят еще одного героя, и таким образом отдают Рошана на халяву, никакого боя мы за него не увидели, Нацуми забирает себя Егис. Может быть, этот Егис на ТБ сейчас и не так важен. То, что ТБ там после формы, например, умрет в первый раз, то во второй раз он просто не будет таким сильным. Вообще Егис на ТБ это такая спорная вещь. А у них вообще нет хорошего Егиса-носителя. У них все герои, вот кроме Чантра, спрязанное кулдауном, и, следовательно, если все они встанут после смерти, пользы будет немного. Что ТБ без формы, что ли? Сперт без ульта, они такие крутые ребята. Снова планируется выход. Конечно, хочется ТБ найти. И вроде как есть информация, да, на ЦУМе. Эмберспирид первым цепанет. Но вот она Егис. Смотрим, как его разменяют. Разменяют ли вообще ТБ. Сандра успевает дать и начинает бить Ке. И теперь Тинни будет погибать. У него есть Юл. Он, конечно, выиграет пару секунд, но там Эмберспирид ультанет. Тролль. Тролль наконец-то бьет. Мы смотрим на это. И тролль нажимает БКБ. И тролль убивает. Тинни выжил, а Егис не выбили. Но, по-моему, это все равно очень выгодно для гейпфам. Здесь фраг на Эмберспириде даже круче, чем просто убивание Егис СТБ. Да, согласен. Вообще, это странно. То есть они попытались сверху убить Кейну ФП, но у них не хватало ресурсов. И как бы уже минус 2 героя. А снизу они втроем пытались закверять четверых. И видно, что пока ТБ такого еще не созрел. И не факт, что созреет. Если посмотреть на Ивайтема, у него ничего такого суперкрутого нет. То есть у него просто манта этой иллюзии, да, но пока иллюзии еще не такие сильные. Барабаны. Это им вообще айтем, который бафает команду, но вопрос, нафига бафать там какой-нибудь, не знаю, Эрспирид или Энигмо. Вот этими замечательными... Что там? Скорость атаки, нафига им скорость атаки. Вот, хороший вопрос. И Аганим. То есть как бы тот же айтем, да, круто, здорово там. Есть страх, все дела, но... Нету существенного айтема, который значительно повышает урон, аля Деидаллоса, либо Труфлями. Хотел как раз Аганим обсудить. Как это вообще выглядит здесь, по-моему? Ну, учитывая там наличие трех милишников, два из которых коры, да, твоя задача как-то не подпустить к себе. Может быть, это и неплохо сработает в целом? Это с паком нормально работает. Если пак, допустим, ставит Аганим и Дримкойл, то будет норм. С паком под пивко зайдет. Главное теперь паку на фарме Дримкойл, точнее Аганим, и будет хорошая комба. Опа, тени, белкуря. Другое дело, я уже много раз высказывался на тему вот этих вот крутых комбинаций, то есть ничего не имею против, нет на здоровье. Используйте любые комбинации, которые только можете, только если вы их можете реально использовать, потому что я видел очень много пиков там с Энигмами, Магнусами, Дарксирами и другими вау вомбо-комбо, но дай бог там одна из десяти реализовывалась нормально. На хай-левле. Да, о чем там говорить? Даже с Марсом, когда комбинацию какую-то берут, ее-то раз за десять карт используют, я не знаю. Ну да, там, когда люди берут Марса Феникса, они не могут поставить яйцо нормально. Многие Фениксы не могут даже это сделать. Так, снизу Т2 упал, это очень важно. Т2, они еще имеют огромную ценность. Ну и теперь ванпост нижний. Нужно контролировать команде Geek Fam, не забывать про него. В смаках тут решили пробежаться. Тролль, конечно, уже очень силен. У него там еще такой запас, который можно, ну, в плане артефактов, столько всего еще можно докупить. На Буме нужно прыгать, убивать его. Очень быстро не получилось, потому что Тинни задерживался. Тинни был далековато. Теперь Эр Спирит. Контр-атака пошла. И вот он, наконец-то, врыв. И пака выключили, у которого был ультимейт. Важное очень убийство. Тролль включает ТБ в форму. Тролль убивает одного. И Блэк Холл классный. И Тролль может погибнуть. Ну, кто-нибудь Блэк Холл-то сбейте. Тролль спасает Воракл. Тинни классно тоже влетел вторым темпом. И Бакерина добить. Добили Бакерина. Ну и ТБ там, конечно, развалит. Может быть, кого-то. А может быть, его просто закайтят, расконтролят. В итоге вдвоем остаются ТБ плюс Энчантрис. Ну, то есть, можно сказать, что чуть ли не один ТБ остался. Можно играть его. Можно, можно. Нужно, я бы даже сказал. Пошел, пошел, пошел. Без форма ТБ вообще котенок. Ну и все. Убили Энчантрис. Дальше ТБ остается один. И его тоже можно здесь разваливать. И получается, что команда GeekFam выигрывает эту драку 6 в 0, по сути. И вырвается вперед. Да, ну вот первое. Если они ему дают Блэкхолл, то, естественно, кому-то необходимо прыгать за спину Ораклу. И не позволяет кастовать Флэспромис. Потому что если бить тролля, а он получает Флэспромис, а потом отхиливается за счет ультимейта. Вот. Ну, короче, получается фигня. При этом Блэкхолл желательно давать не в одного героя. Желательно, чтобы там было хотя бы два. Потому что если Оракл дает Флэспромис на одного тролля, то второй герой погибнет. Вот. Но в данном случае тройка Энигма, она пытается как бы сделать все возможное, чтобы погиб Кэрри. Но пока Оракл стоит за спиной, все эти Блэкхоллы в одну цель, они не работают. Ну, нужно как минимум. Две это минимум. Ну, изначально была плохая драка в том плане, что погиб Пак. Тот самый герой, который мог бы помешать Ораклу что-то кастануть. А без Пака туда ворваться просто некое. Да. Причем задача сложная для Андроид. Нужно Эрспириту и Паку всю игру бегать за Ораклом. При этом там Тинни мешает, просто бежит перед ними. Такой красивый. Куча магического урона. И он Паку прям может элементарно убить за рассказ. Следовательно. Нужно как-то добраться до Ораклов. При этом не умереть от Тинни, не умереть там от других героев. В общем, удачи им. Как и удачи им, который умирает за рассказ. Вот этот поворот. 1600 хп, здорово, малыш. Трилблейд, да. Очень много урона на Тинни. Графики... Ну и Тинни молодец. Смотри, Тинни молодец. Тинни отрабатывает. То есть Тинни вот реально вот... Ну, вот, возможно, на Тинни на четверке у него там были не самые лучшие времена, которые рассказывали о том, что они там собирают всякую фигню. Как это здесь Тинни смотрятся круто. Нет, там были Медовые Тинни, которые это же самое собирали, только при этом они вот такой кеда не имели. У них не было 8 плюс 8. У них было там 1 плюс 3, я не знаю. Их при этом 5 смертей. В общем, он никого не торопился. Он там быстренько взял 12-ый. Потом, что он... Взял Блинк и с Блинком начал бегать. При этом цели приятные. Например, и Чантрас умирает за рассказ. Част, 1200 хп для Тинни на зубок. Что там? Пак умирает за рассказ, лол. У него как бы 1600 вроде, есть эскейп и лопата, но он умирает. И сейчас он... Сейчас он просто как Кинг Ког бегает по Рольскому лесу и в одиночку с ним лучше не встречаться. Там толпой заходить. Ну и все идет к тому, что тролль просто всех уничтожит. Потому что Энигма пока... Ну, либо подставляется рано. Ну, вообще БКБ у Энигм до сих пор нет. БКБ слишком нужен. Без него сложно. На БКБ еще копить и копить. А там относительно скоро может появиться второй Рошан. С Иром Саегисом. Гигфам. Который, я уверен, в этот раз его на ровном месте отдавать не будут. Будут выглядеть в разы просто сильнее. Там еще и по лвлам огромное преимущество. 17-й ТБ, 21-й тролль. Уже талант есть на 20-м. Да, если Гигфам возьмут Рошану, то для Энигмы, для Пака игра... Усложняется несколько раз. Потому что в этот момент еще нужно будет не ставить Дримкоил на цель, у которых есть Аегис. И, следовательно, все-таки суперкрутые комбинации, они усложняются для Андроид. Не ставить БЛЭКХОЛ на тролля тоже плохая идея. Ставить на тролля с Аегисом плохая идея. И получается так, что... Поэтому Аегис нельзя отдавать. Да, поэтому Аегис отдавать нельзя. За Аегис нужно бороться. Аегис слишком... Хорош. Против Андроид. На топе будет вышка падать, кстати, у них. Там Митерхаммер есть у Эмберспирита. Ну, такой получается. Интересный Эмберспирит с Весселом, с Митерхаммером. Пару раз я подобное видел. Там в Северной и Южной Америке команды частенько там использовали. Эмберспирита четверку. Там прям активно это делали. Особенно Южноамериканцы. Там Тандерпредатор постоянно юзали. Очень... Вот просто очень гибкий персонаж. Его круто брать на ФП. Ты его всегда можешь куда-то подвинуть. На любую абсолютно линию. Вот он у тебя есть и есть. Он не будет абсолютно бесполезным. Он тоже что-то полезное сумеет дать команде. И вот он первый Дагон. Дагон. Ну, желаю удачи кому-то выжить из героев Адроид. На самом деле, даже ТБ может отъехать. С прокаста. Я вот смотрю на его ХП пул. Я смотрю, что у него нет блокинг бара. И вижу, как его Тинни просто уничтожает в соло. Ну, ТБ первый хороший айтем урон. У КБшечка есть. Там миссы не проблема. И агоним на паке. Второй хороший айтем. В Радионте аккуратненько вот так вот готовится к замесу Рошани. Поставили. Раз, два, три. Четыре сантри поставили. Делать все возможное, чтобы противника вообще не было визжена. Тогда Тинни способен срочно залететь. Ну, естественно, Дайер. Нужно идти возвращать визжен. Один вардец есть? Хорошо. Можно еще какой-нибудь вардец пикнуть. Найти вражеский. Было вообще здорово апсы пикнуть. Куда-нибудь. Сюда, например. Может быть, на реку. Чтобы был обзор. Пока я нажимаю на карту, я вижу обзор только в одном месте. Вот здесь. Здесь вообще никого нету. Просто тут область пустая. Здесь никого. А вот здесь вот люди бегают. Вот он бегает и... Здорово! Ты меня не видишь, а я... А, я знаю, что ты здесь. Я знаю, да. Я все видел. И какая же смерть ненужная? Как она не вовремя происходит? Там как раз у Энигмы появляются практически деньги на БКБ, а тут смерть. И Рошан. И 35 секунд. И надо тролли просто заходить и убивать его. И Адроид тот самый свой шанс. Умудрились каким-то образом потерять в секунду. Зачем вы ходили? Ну, дождитесь. Ну, спрячьтесь вы куда-нибудь. Чуть ли не на базу. В итоге придется драться вчетвером. И вот эта комбинация ТБ плюс ПАК с Дрим Койлом Аганимным... Ну, ее мы не увидим. Просто ее не будет в файте. Надо ускоряться Рэйвену. Медленно он бьет Рошана. Вот так поинтереснее уже. Сатаник, БКБ, Сия. Ну, это герой, который просто в контроле стоять не будет. Так, но ПАК появился. Нормально, все-таки успел. Сатаник, БКБ, Сия. Сатаник, БКБ, Сия. Сатаник, БКБ, Сия. Начинается вот это типичное Рошана стояние, когда те и другие боятся. И те и другие не пытаются там Смоук нажать, как-то зайти в спину. Просто ждем. Ну, Рэйвен пошел. Там Рошан еще не успел отрегениться толком. Ну, совсем немного у него осталось. Зайти, добить. Опасаются, опасаются, что и Никма может лететь. С БКБ будет это сделать проще. Вот опять найти какого-то ПАКа, да, который один стоит. Вырубить его быстро. Левскал просто нас может нажать, либо одним, либо вторым, и пробежаться на вражескую территорию. Очевидно, что Рошана караулюет, поэтому стоять здесь можно долго. И оптимально всего просто на пасть первым. Заходит Рэйвен. Кстати, Рэйвен, мне кажется, по кайфу. Вот он стоит, ему иллюзии подводят, это бабки. Ему тут крипов подводят, это тоже бабки. Он и 69, нормально. Посмотри, где ПАК был. Вот опять он не успевает. Блэкхолл, правда, есть. Тролль успеет ли что-то нажать? Нужен сейв на тролля. Тролль, тролль, тролль. Нажимай. Нажимает ультимейт, начинает сражаться против всех. Один просто. Команды пока рядом нет, только сейчас прыгает Тинни. А сейчас его еще и спасают, этого тролля. Тогда не потребовалось. Дайте ему только побить. Он уже все нажал, но отрегенца так и не может. Его добьют, скорее всего. Нет. Нет, он фуловый. Он фуловый. Пойдет. Минус Р-спирит, избивают ТБ. Но на этом игра практически заканчивается, потому что сейчас без байбэков героя Дайр и гейкфам надо просто зайти на вражескую базу как можно быстрее по любой линии и снести просто половину. А то и до трона дойти. До трона, конечно, сложно. В общем, это были все кулдауны в тролле вообще. Все возможные. Большой роли сыграло то, что тролль успел нажать на ультимейт без фоспромиса и за счет этого он уже такой бегает, бегает, бегает. 6,5 секунд его не могут убить. А потом, после этих 6,5 секунд, когда он там бегал и отхиливался, ему еще оракл сверху навесил в фолз-промис и там еще 9 секунд. В итоге, вот, сначала троллим Билли, потом 2 кулдауна, 15 секунд он просто бегает неуязвимый и в конце концов он попадает ультимейтом оракл, прожимает сатаник и полностью отхиливается. Вот, это то, о чем я и говорил. То есть, блокхолл в одну цель игру здесь не выигрывает. Блокхолл в одну цель, это просто оракл нажимает на одну кнопку и конец. И гигфамс пушили уже центральную линию, можно смещаться куда-то еще. В трон, наверное, уж не пойдут. Тролль, конечно, бьет быстро, но не такими сильными ударами. Можно пойти вот так просто вниз. Боковых вышек больше нет, поэтому две стороны можно забирать. А учитывая, что справа все-таки все на КД, блокхолла-то нет, формы-то нет, а что им мешает драться еще? Слева я вижу все скиллы доступны, абсолютно. То есть, здесь даже бой нечем проводить, а дроид, они слишком привязаны к этим КД. И вот так, похоже, пошел тени развел. Энигму на БКБ, можно отступить. Снимает себя в E-wall. Сыр у него еще есть на всякий случай. Эрспирит далеко залетел. БКБ, не БКБ, тролль тебя все равно будет бить больно. И Квинов Пэйн хорошо в спин залетает, толкает двоих, надо сдаваться. Это 1-0 будет в пользу команды Гигфам. Уже без вариантов. Ну да, вишек-то попроще. То есть, вообще, возможно, в их планах они рассчитывали Дримкойл на четверых, Блокколл, Ерспирит такой бегает. Все это дело заливает. Но здесь видно, что Гигфам это не самая слабая команда. Они что-то в доте-то понимают. Поэтому, естественно, они не будут стоять толпой, так чтобы все эти герои с хорошим O.E себя реализовывали. Они просто каждый раз пейсеночка, тролль спереди, остальные сзади. Орк вообще красавчик, он собрал блин. И за счет блинка он как раз может в любой момент прыгнуть и дать ульт. И найти его почти нереально в этом случае. Потому что у него там и рейндж в фоллспромисе большой, и сверху добавляем блинк. Поэтому Гигфам молодцы. Что, заслуженно. Развалили. Где-то после 15 минуты уже O.E Вот он, тот самый, который был нужен. Но уже поздно. Я так и не увидел реализацию Аганима от ТБ. Как-то это все незаметно прошло. Я вот даже не помню, нажимал он или нет. Просто айтем, который вот просто айтем был. Просто 4 тысячи вот куда-то потратил на благотворительность. Не знаю, пользы это ему точно не принесло. Но по итогу Гигфам очень легко добывают эту победу. Повели в счете 1-0. У нас относительно короткая карта даже получилась. 35 с небольшим минут. Это короткая, да? Это короткая считается. В Азии это очень короткая. Это вот прям короче не придумать. Учитывая какой у нас сегодня матч там дальше по расписанию. Там мы можем часа 2,5 засесть. Только чистого времени карты смотреть. Ну ладно, в любом случае ждем вторую карту для начала в этой серии. Адроид короли, как я говорил. Ничьих, у них их больше всех в лиге. И нужно подтверждать этот статус. Выигрывать вторую карту. Потому что если они не выиграют сейчас. То затем очень сложно будет им все-таки попасть в плей. Для этого нужно будет завтра обыгрывать Реальти Рип. Но это все завтра. Мы вернемся через минут 10-15. И продолжим смотреть этот матч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова